Такой бы вот музыкальный центр купить, чтобы для всех соседей всем слышно, всем музыка слышна, классно, так весело. Тут, наверное, громкость такая LG. Ну да, такой прям чуть ли не профессиональный, не знаю. Да, красота. Тут много различных колонок. Но мы не для этого сюда пришли. Вот декор из бутылочек. А тут тоже очень много столов и с мягкими стульчиками. Вообще лучше, конечно, мягкие. А у нас как бы, ну, нету детей. Ну, надеюсь, что они приедут, мои внуки, дети с внуками. И что и у сына будут дети в доме. А будет много внуков. Я хочу, чтобы они все приехали. А вот, ну, ничего, даже если дети, внуки, все равно все можно почистить, это неважно. Так, это уличный, да, уличный, уличный нам не нужен. Скамейки вот сейчас, вот смотрю, что много модно так вот, наверное, да. Четыре стольчика и скамеечка. Ну, это уже для большой семьи, мало ли гостя. Стеклянный столик. Все по-своему красиво. Все по-своему красиво. Темное, опять же, не хочу. И вот я вот как не хочу, а потом опять вот я вот просто могу вляпаться в темное. Я его вот просто не хочу, вообще не хочу. И, как всегда, вляпываю в темном. Такие мягкие. Ну, такие тоже неплохие. Такой диванчик, такого цвета синего. Вот я смотрела, какой-то там за 1200 в другом магазине неплохой. Такой большой стул, такие стулья. Да, конечно, тут классная обивка такая, дармантиновая. Ну, это подороже, да. Все это подороже. Это в такой, знаете, такой с толстыми такими стульчиками, с добротными. В такой богатый дом, чтобы уже жить в доме. Стабильную такую мебель купить. Но, опять же, здесь относительная стабильность. Я же говорю, что американцы так переезжают часто, меняют и штаты. А как мы путешествовали по работе мужа, поменяли сколько? Четыре штата, да. Он работал, да. Где он работал? В Огайо. Вот эти вот хорошенькие стульчики, высокенькие, да. Так вот садишься и ноги до пола не достают, высокие. Он работал в Огайо, в Теннессе, в Северной Каролине и вот сейчас в Техасе. В Техасе много раз и до этого работал, но посмотрим. Вот эти интересные тумбы-комоды, которые, ну, как они называются, я не знаю, дрессеры, что для кухни. Которые, ну, для кухни комоды, не знаю. Комод и комод, дрессер, пускай он будет. Или вот это мне нравятся такие вот столы, да, где вот там, допустим, сидят гости. Здесь всё, можно выставить еду, как шведский стол. Здесь так любят они налаживать еду, сами подходить. Вот как мы были у родственников, у его, у мужа родственников. Вот опять, да, вон стол и такой вот скамейка и такой вот стеклянный тоже стол. Вот я так понимаю, что здесь выставлять или какие-то десерты, или то всю еду выставлять для 1200, это только за этот стол получается, да. Вот. Так вот его родственники тоже здесь в Техасе. Мы кушали из одноразовой посуды на Крисмос и сами себе налаживали. Подходили, кто что хочет. Там на отдельном столике у них было, ну, там попроще у них мебель. На отдельном были все десерты, там пироги, паи, вот эти все тортики, там пирожные. Что мы привезли, что они приготовили, что купили. Ой, вот это вот классно, он опять же темный, да. Ну, в темном цвете всегда шикарно смотрится. Хотя есть такие, что и светлым тоже богато. Вот со скамеечкой, ну, для большой семьи. Или если часто гости. Столько, шесть стульев, да. И скамеечка. А, он раздвижной. Он, наверное, сейчас вот раз в разложенном виде. И его можно сложить, чтобы поменьше. Ну, тоже, как вариант, нормально, да. Опять же, скамеечка. Ну, стиральные машины, сушильные мы решили покупать в другом месте. В другом магазине. Или в Ловс, магазин Ловс. Как-то, ну, мой Билли больше доверяет Ловсу. Ну, тут и холодильники, в принципе, тоже. Всё, это магазин абсолютно. Можно всё обставить для дома. Приехать, выложить 10 тысяч. И купить всё, что нравится. Ну, здесь вот такой магазин, что можно за 10 купить. Всё, для спальни. Ну, если одна спальня, конечно. Если у кого-то три спальни, много детей, три спальни. Ну, как много. Если даже двое детей, уже будет разнополые. Уже будут две спальни для детей. И для себя спальня. И для мужа, жены. И ливенрум. Это для... Ну, ливенрум, где телевизор, да. Где там диванчик. То есть, вот это всё купить. Если на всех. Если на двоих, то 10 тысяч, наверное, достаточно купить. Диван, телевизоры. Кровати, комоды. Там что ещё нужно? Какие... Какое-то освещение. Торшеры, лампы. Комоды в ливенрум, чтобы что-то положить туда. Да, потому что... Ой, вот этот интересный холодильник. Вот такой мы где-то видели. А вообще, мы видели ещё с зеркалом такое. Зеркало слева было. Это может так тоже, да, наверное. Это мы видели в другом магазине до этого. И там ещё какая-то панель была, где вот зеркальная поверхность. Там можно управлять было. Кнопочки панель такая, да, на холодильнике. Я имею в виду какая-то электронная панель. Прямо на дверь с холодильником. Ну, нормальная, нормальная. Немножко цены выше здесь. Вот всё равно, вроде бы, это не те же модели, повторяющиеся, да. И бренды эти, повторяющиеся. Цены уже другие. Вот в зависимости от магазина. Может быть, единственное, что тут объёмы больше. Потому что там нужно читать, сколько объём в холодильнике, да. А холодильника внутри. Где меньше, тот, конечно, будет стоить дешевле. Вот. Ну, бывает такое, что вообще вроде красивый, с виду там 600 долларов. Открываешь его. А там вообще, там, ну что, поставишь кастрюльку с борщом. А если там, знаете, как мы готовим вдруг. Вдруг гости приедут. Три салата. Кастрюля с борщом. Кастрюля с пюреттом. Кастрюля с котлетами. И всё. А где ещё поставить те продукты, которые... Ну, вот этот более-менее. Да вот мне такие нравятся. Двухдверные, которые... Слева там, допустим, морозильные камеры полностью, справа холодильные. Вот такой вот дизайн мне нравится. Вот 900 долларов. Вот что-то похожее мы в ловсе даже смотрели дороже. 1200 было. И здесь вот мы не хотим... Где вот производят лёд, чтобы холодильник сам производил лёд. Вода холодная. Нет, нам это не нужно. Белые такие вот попроще. На любой вкус. В общем, одним словом, на любой вкус. Честно, устали мы сегодня. Устали. Вот прям, видите, как сушильная, состиральная. Красивые, красные такие. Ну, и такие в серебре. Если места маловато, то да, вот можно поставить сушилку на стиралку наверх. Вот там специально так всё. Ну, конечно, цена уже другая будет. И вот этот неплохой холодильничек трёхдверный, да, такой внизу морозилка. Здесь получается, что холодильное большое отделение, да. Вот этот мне тоже нравится. Такой хорошенький. Хорошенький 2000. Ну, похоже, можно, я говорю, тот, наверное, который вот был за 800, за 900 или 1000, 1200. Он меньше и объём внутри. Он будет меньше, это точно. Сразу нужно вот смотреть. Если меньше цена дешевле, значит и объём внутри меньше. Ну, правильно, что всё соответственно должно быть. И качество, ну, качество так это понятно. Но я говорю, что в разных вот магазинах один и тот же бренд стоит по-разному. Значит, это вроде с виду одинаковое, но внутри разный объём. Поэтому, наверное, цена меняется. Ну, модель, как бы бренд это бренд. Но модель это разная, всё равно. Где-то чем-то отличаются. Это понятно, что это. Что же влияет на цену. И любой магазин предоставляет рассрочки. Можно всё взять в рассрочку. Любую вещь. И чтобы сделать себе хорошую кредитную историю. Кстати, хорошая идея. Надо мужу подсказать. А то у меня здесь ещё нет никакой кредитной истории. И даже нет кредитной карты. Но есть дебетовая. Вот, в GCP нету ни на что скидок. Ни на летние, ни на какое в 55-м кроссовке. GCP небольшие вот скидки. Вот я смотрю, разбираем. Очень много всяких я взяла. Вот, чтобы померить полосатые курточки. Такие по 10, по 16 долларов. Вот сколько это. 12 долларов, да? Это всё на 70 процентов скидки. Такая тут. Вот, 50. Такие вот сетирочки. По 12, по 14. Вот всё, что новогоднее стало, 60 процентов, 70 процентов на сейл. Даже вот её, мою кортку, вот, сандалар. Взяла вот примеринка себе. Платье на большие скидки. Такую вот кофточку. Это не моё. Это здесь было. Это моя такая одежда разделась. Такая вот 14 была. Это тоже 14, но как-то она немножко тут вот куто смотрится. Ну, кому-то надо вот это вот подсбросить. Я знаю, как бы даже. Ладно, без акцентов на что-то. Ну, по 14. Ну, такое, такие цены нужны. Любых евросов найти, да? Одела такое платье. 13 долларов. Ну, я даже не стала снимать. Хотя я же собираюсь всё равно штанишки примерять там. Ну, я вижу, что оно тут высоковато талия. Мне надо пониже. Вот здесь вот что было. И вот такое как-то... Как-то делает мои руки мощные. Там М не было. Размер это С. Там есть ещё Эвел. В итоге ничего я не взяла. Вот эти вот здесь клей бронза. 12 долларов, они как-то совсем не сели. А джинсики вот эти вообще за 10. Маловато. Маловато. Какая-то ANA бренда. Не знаю. Вот. А джинсики вот эти клей бронзи. 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 Продолжение следует...